28 декабря 1972 года не стало советского актера театра и кино заслуженного артиста РСФСР Вадима Бероева, которого многие зрители запомнили по главной роли в знаменитой картине «Майор Вихрь». Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше ветер? Ветер уже есть. К сожалению, судьба отвела ему не так много времени для того, чтобы в полном мере реализовать весь свой потенциал. И сегодня мы более детально поговорим о том, как сложилась его жизнь и что стало причиной столь раннего его ухода. Вадим Борисович Бероев, настоящее имя Беройты Борисы Фырт Вадим, родился 10 января 1937 года в селе Тулатова, ныне город Беслан, северо-осетинская АССР. В интеллигентной семье его мать была педагогом, а отец – врачом, который во время Великой Отечественной войны заведовал санитарной дивизией. Вскоре семья перебралась во Львов, куда перевели отца Бероева на новую работу. Там же юный Вадим окончил среднюю школу и параллельно музыкальное училище по классу фортепиано. В 1954 году Бероев отправился в Москву, где успешно прошел конкурс и поступил в Государственный театральный институт имени Луначарского. Во время обучения Вадим Бероев познакомился со своей будущей супругой Эльвирой Шваревой-Бруновской. Через два года они расписались и вскоре у молодых супругов родилась дочь и Лена. У пары была счастливая семейная жизнь и любимая работа. После окончания института Эльвира и Вадим вместе были приняты в труппу театра Моссовета, где Бероев прослужил до конца жизни. Также супруги вместе работали на радиостанции «Юность», а в свободное время они были неразлучны, читали друг другу стихи и играли на фортепиано. В театре Вадим Борисович сразу же проявил себя как талантливый актер и был задействован в знаменитых спектаклях, среди которых были «Вешние воды», «Маскарад» и, конечно же, странная «Миссис Сэвэдж», в котором артист играл вместе с Фаиной Раневской. Интересно, что сложный прямолинейный характер Раневской в театре мало кто мог терпеть, но с Бероевым они по-настоящему сдружились. Вскоре после того, как не стало Вадима, Фаина Раневская сразу же отказалась от роли в знаменитом спектакле. Вот как позже она напишет в своем дневнике. «Любимый актер. Прекрасный Вадим Бероев погиб. Роль Сэвэдж отдала Орловой». Если в театре у Бероева складывалось все хорошо, то в кино ему долгое время не предлагали достойных ролей. Первые две картины «Телефонистка 62-го года» и «Самолеты не приземлялись 63-го» особого успеха не имели. Куда более значимую роль Бероев сыграл в картине 1965 года «Наш дом», где он исполнил Николая Иванова, старшего сына главного героя. А что? Соберем, занимаем, у матери сбережения возьмем. Сколько там у тебя, мама, в чулке, а? Ну что ты, ну откуда? Ага, ну все равно все наши. В общем, наберем. И так 4 года собирались. Посмотрим, как он играет. Ты как, дядя Коля? Поддержишь нашу фирму, а? Подумать надо, дело серьезное. Подумать, а? Но все изменилось в 1967 году после выхода на экраны знаменитой трехсерийной картины «Евгения Ташкова. Майор Вихрь», снятую по одноименному роману Юлиана Семенова. Я угощенный спектакль. Я понял, что это подставное лицо. Вы хотели проверить, не убегу ли я? Военная драма о героической операции, проведенной советскими разведчиками по спасению Кракова от фашистов, произвела настоящий фурор среди миллионов зрителей. Вадим Беройл сумел тонко прочувствовать эту роль и справился с ней великолепно, став на долгое время любимцем у публики. Это... Ищут меня. После такого успеха Вадима Борисовича пригласил в свою дебютную картину «В огне брода нет» 1968 года режиссер Глеб Панфилов. Эта военная драма стала последней серьезной работой для Бероева. Позже он сыграет эпизодическую роль в фильме «До последней минуты» режиссера Валерия Исакова и примет участие в телеспектакле «Офицер флота». К тому времени здоровье актера стало сильно подводить. Еще во время работы над картиной «Майору вихре» Бероев сильно простудился. К тому же сказывалось пристрастие к алкоголю. Родные и близкие пытались вразумить актера, но их просьбы отказаться от спиртного не помогли. Вскоре не выдержала жена и ушла от Бероева, когда их дочке было 7 лет. Какое-то время Вадим еще продолжал выступать в театре, но уже понимал, что его дни сочтены, потому как у него диагностировали цирроз печени. Во время госпитализации Вадим Бероев попросил санитаров повозить его по Москве, проехать мимо Красной площади и возле его любимого театра. Вадим Борисович Бероев не дожил 2 недели до своего 36 дня рождения. Вечная память.